Роль личности в истории Роль личности в истории – одна из центральных философских концепций, касающихся влияния отдельных людей на ход исторических событий, их значимости и вклада в развитие общества. Ведь история, как река времени, оказывается направляемой и изменяемой теми, кто в определенные моменты встает у руля событий. Хроника Кыргызской республики иллюстрирует это особенно ярко судьбами своих президентов. Первый президент появился у Кыргызстана сразу после развала Советского Союза. Интеллигентный Оскар Акаев казался находкой для молодой республики. Он не был коммунистическим функционером в традиционном понимании. В первые годы активно проповедовал свободу и демократию. Но это длилось недолго. Романтизм, называться «островком демократии» в Центральной Азии, сменился прагматизмом, обусловленным желанием оставаться у власти. Конституцию начали насиловать изменениями в пользу Акаева. Коррупция перешла рамки приличия. Расстрел мирной демонстрации в Аксы окончательно закрепил свободу, как иллюзию. В обиход вошло новое понятие – семейственность. Первая леди, Майра Макаева, реально решала государственные вопросы и имела громадное влияние на кадровую политику. Адиль Тайганбаев, казахский бизнесмен и тогдашний супруг дочери президента Бермет Акаевой был всемогущим во всех смыслах. Он вмешивался практически во все бизнес-процессы в стране, приватизировал государственные предприятия по сомнительным схемам. Все это сопровождалось активной пропагандой через Тайганбаевский медиахолдинг. Семейственность стала одним из основных триггеров роста недовольства в стране. Семья собралась в парламент. На выборах 2005 года баллотировались сразу дочь и сын Акаевых и сестра Майрам Дюшеевны. Все трое, естественно, победили в своих округах. Так же, как победило подавляющее большинство кандидатов, которых поддерживала семья Акаевых, и по одномандатным округам, и по спискам партий Алга Кыргызстан. Фальсификация выборов была настолько откровенной, что никакой специальной агитации на восстание против семейного правления Акаевых не потребовалось. 24 марта 2005 года в стране произошла так называемая Тюльпановая революция. На ее волне во власть под звуки и ритм антижанской польки ворвался Курманбек Бакиев. От него ждали прежде всего неповторения ошибок Акаева, тем более, что долой коррупцию и семейное правление были главными лозунгами Тюльпановой революции. Но вместо жены и дочери с зятем, вместе с Бакиевым в кыргызскую большую политику пришли его многочисленные братья и сыновья. Если раньше чиновники и бизнесмены выстраивались в очередь в офис Акаевского зятя Адиля Тайганбаева, расположенный в торце здания Конституционного суда, то теперь такая же очередь была к двухэтажному особняку в одном из переулков в районе улицы Горького, а затем со двора здания Моназбанка по улице Лагвиненко, где паству принимал Максим Бакиев. Иными словами, помимо репрессии против оппозиции и громких политических убийств, одной из определяющих характеристик правления Курманбека Бакиевых стала семейственность. Семья Бакиева была везде. Экономика, политика как республиканского, так и локального уровня находилась под негласным кураторством братьев и сыновей второго президента. Но в отличие от Акаева, просидевшего в президентском кресле 15 лет, власти Бакиева, к счастью для Кыргызстана, было отмерено только пять. Концовка политической карьеры Курманбека Бакиева была предопределенной и трагической. 7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошла Апрельская революция. На площади Аллатоу погибли 87 человек. Бакиев вынужден был бежать из страны с клеймом самого кровавого правителя в истории современного Кыргызстана. На его место пришло Временное правительство, состоящее из бывших соратников Бакиева по революции 2005 года. Коллективный орган решил, что президентом на полтора года станет Роза Атумбаева. Временщики хитроумно закамуфлировали вопрос про Атумбаеву в бюллетене на референдуме по новой Конституции. С Конституцией, к слову, тоже обманули. Обещали парламентскую республику, а в результате страна получила некий гибрид, оказавшийся впоследствии неработоспособным. Таким образом, эксперимент псевдопарламентаризма Временного правительства создал хаос в обществе, самозапустение, хаос в кадровой политике. В ветве государственной власти утратили свои достоинства, а законы перестали действовать. 31 октября 2011 года президентом Кыргызстана стал Алмазбек Атумбаев. В отличие от эстета Оскара Акаева и любителя андижанской польки Курманбека Бакиева, Атумбаев сам сочинял песни и сам исполнял их под собственный аккомпанемент на гитаре. Этот штрих красноречиво характеризует Атумбаева, который и в политике фанател только от себя самого. Возможно, из-за этих психологических особенностей в своей личности Атумбаев успел разругаться почти со всеми своими соратниками по Временному правительству, с журналистами, с которыми он активно судился во время своего управления, с гражданскими активистами и даже с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, что привело к громкому дипломатическому скандалу и напряжению между двумя странами. Атумбаев вообще на язык был, мягко говоря, не сдержан. Журналисты – трупоеды, кругом – дерьмо, депутаты – чимкирики, оппозиционеры – вонючки. Причем последнее было сказано Атумбаевым прямо на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Кстати, самого Путина он называл «мой друг Вова». Позиционируя себя демократом, Атумбаев на деле не терпел никакой критики и политической конкуренции. Он жестко расправлялся со всеми своими политическими оппонентами, используя суды и следственные органы, как карательный инструмент. При нем пачками возбуждались уголовные дела против неугодных. В списке отправленных при режиме Атумбаева в тюрьму был Садыр Джапаров, Камчебек Ташиев, Амурбек Тикибаев и другие. Семью к управлению страной Атумбаев не привлекал. Правда, его сын Сайдбек получил какие-то преференции для своей компании «Автамаш Энерго», но по сравнению с семейным подрядом Акаевых и Бакиев это, конечно, было мелочью. Но зато при Атумбаеве возникло такое понятие, как «шопур». Оно было связано не только с его водителем Икрамом Ильмияновым, выполнявшим при Атумбаеве роль серого кардинала, а являлось скорее характеристикой всей кадровой политики того времени. Водители, секретарши, телохранители Алмазбека Атумбаева сделали при его президентстве головокружительные карьеры на государственной службе. В общем, слово «шапур» стало синонимом непрофессионализма и изощренной коррупции. Именно во время Атумбаева Кыргызстан покупал плоскогубцы по 700 долларов и конские статуи для исторического музея по 28 тысяч евро за каждую. Именно при Атумбаеве расцвел тот самый одиозный Рейнбек Матраимов. Как всегда, считая всех вокруг дураками, Алмазбек Атумбаев фактически назначил в 2017 году следующим президентом своего близкого соратника по партии – Сааранбая Джейнбекова. Выборы вроде и были, но их как будто и не было. У Сааранбая Джейнбекова был настолько низкий рейтинг, что без административного ресурса и массового подкупа голосов он никогда не смог бы стать следующим хозяином Белого дома. Сценарий Алмазбека Атумбаева считывается легко. Атумбаев планировал, что Сааранбай Джейнбеков будет номинальным президентом, а фактически, в том числе и через своего полностью подконтрольного премьер-министра Сапара Исакова, страной по-прежнему будет править он сам. Но что-то пошло не так, и всегда послушный и безвольный Сааранбай Джейнбеков вышел из-под контроля. После этого конфликт между бывшими соратниками проявился в публичном поле и стал практически единственным действием, за которым вся страна наблюдала все три года президентства Сааранбая Джейнбекова. Потому что в остальном президентство Джейнбекова было ничем не примечательным. У русских есть такая поговорка «не посеньки шапка». Ее смысл в том, что человек, о котором так говорят, оказался не на своем месте и не в силах справиться с поставленной задачей, не оправдал доверия и возложенных надежд. Президентский пост оказался той самой шапкой для Сааранбая Джейнбекова, которая ну никак ему не подходила. Ни по размеру, ни по фасону, ни по цвету. Началом конца правления Джейнбекова стала пандемия коронавируса и выборы в Дюкоркукинеже в 2020 году. Рейнбек Матраимов, который еще в период президентских выборах 2017 года перешел на сторону Джейнбекова и стал лицом кыргызской коррупции, создал свою политическую партию «Мекиним Кыргызстан». А братца Аранбая Джейнбекова Асылбек решил штурмовать парламент со своей партией Беремдик. Главным инструментом предвыборной борьбы для обеих партий стал масштабный подкуп давления на избирателей при помощи криминала и административный ресурс. Внутри общества начало расти внутреннее сопротивление. По всем социологическим опросам, лидером электоральных предпочтений была партия Садыра Джапарова «Мекинчил», во главе списка которой был Камчебек Ташиев и другие оппозиционные партии. Но когда Центральная избирательная комиссия 4 октября 2020 года объявила предварительные результаты выборов, оказалось, что 107 из 120 мест в парламенте достаются партиям Матраимова и Джейнбекова. А единственная оппозиционная партия, преодолевшая 7% барьер, это партия Адахана Мадумарова. То есть победили коррупция и криминал. Такие результаты не могли быть легитимизированы улицей. С 5 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста. В ночь на 6 октября протестующие освободили из заключения Садыра Джапарова. 15 октября 2020 года Саранбай Джейнбеков добровольно ушел в отставку с поста президента. 16 октября Джагурку Кенешна в неочередном заседании принял его отставку. Исполняющим обязанности президента стал Садыр Джапаров. В период президентства Саранбая Джейнбекова Кыргызстан как будто находился в литургическом сне, изредка приходя в себя во время очередного витка конфликта между Джейнбековым и Атамбаевым. В октябре 2020 года страна проснулась. Первое, что сделал Садыр Джапаров, взялся за Конституцию. Как он позже скажет в своем обращении к нации, всем понятно, что жить по той Конституции, по которой мы жили последние 10 лет, нельзя. Рискуем потерять страну. Садыр Джапаров знал, что делает. Чувствовалось, что размышлял над будущим Кыргызской республики не один день. И четко формулировал, что он хочет. Кыргызстан должен стать президентской страной с широкими полномочиями главы государства и не менее широкой ответственностью. Это необходимо для проведения масштабных реформ, потому что реформы нельзя провести без концентрации власти в одних руках. Окно возможностей для страны не будет открыто вечно. На долгие согласования и обсуждения времени просто нет. Действовать нужно решительно и быстро. На долгие согласования и обсуждения времени просто нет. Действовать нужно решительно и быстро. Народ Садыра Джапарова поддержал подавляющим большинством, проголосовав 10 января 2021 года за кандидатуру Джапарова на пост президента и новую форму правления. Сам текст Конституции был принят на референдуме 11 апреля. Это было прогнозируемо. Политтехнологи и социологи еще с избирательных кампаний 2015 года пришли к выводу, что кыргызское общество ждет так называемого «кандидата надежды». На политтехнологическом сленге – лидера-спасителя, который даст людям уверенность в завтрашнем дне, защищенность и справедливость. И вот, наконец, такой лидер у кыргызстанцев появился – настоящий народный президент Садыр Джапаров, свой, понятный и готовый выслушать каждого. Отсюда возник и естественный, а не придуманный пиарщиками лозунг «Садыр – наш президент». В отличие от своих предшественников, Садыр Джапаров не стал заигрывать с элитами, а просто пошел в народ. Как в прямом смысле, постоянно разъезжая по стране, встречаясь с местным населением, так и при помощи социальных сетей, которые он вел и продолжает вести сам, высказываясь по всем проблемам, ситуациям и отвечая на комментарии. Еще одним важным фактором, обеспечившим ему поддержку и народное доверие, стал его тандем с Камчебеком Ташиевым, возглавившим Государственный комитет национальной безопасности. Давние друзья и политические соратники, они не только демонстрировали феномен крепкой мужской дружбы, которой, как казалось раньше, в политике не бывает, но и, что было очень важным для Кыргызстана, на подсознательном уровне для народа нивелировали извечную проблему – север-юг. Неформальные правила соблюдения регионального баланса в кыргызской политике существовали всегда, но, пожалуй, впервые этот баланс был соблюден в реальности. Неформальные правила соблюдения регионального баланса в кыргызской политике существовали всегда, но, пожалуй, впервые этот баланс был соблюден в реальности. Всем очевидно, что оба политика имеют власть и силу, поэтому сегодня тема регионализма ушла из публичного и непубличного дискурса. Но только на эмоциональных ожиданиях и перспективах удержать власть невозможно. Так называемый «медовый месяц» для президента проходит быстро, а народная любовь – штука очень изменчивая. Необходимы реальные дела. И они последовали. Уже весной 2021 года Садыр Джапаров вернул кумтор Кыргызстану. Национализации кумтора Садыр Джапаров добивался с 2012 года. И вот, без малого через 10 лет, золоторудное месторождение перешло под полный контроль Кыргызстана. Рейдерский захват, губительная сделка для Кыргызской республики, как только не называли произошедшие местные и зарубежные эксперты и СМИ. Но ничего не произошло. Репутация страны не пострадала. С ЦТРРой было подписано мировое соглашение на условиях кыргызской стороны. Никаких громких судебных процессов в международных арбитражах не последовало. Зато была закрыта одна из самых больших проблем Кыргызстана. Еще с Акаевских времен кумтор был для страны образцом несправедливости и грабительства со стороны элит. С каждым новым соглашением с канадцами Кыргызстану оставалось все меньше и меньше. И это было похоже на хроническую болезнь, которая со временем становится только хуже, и надежды на улучшение нет. Но Садыр Джапаров своей политической волей смог сделать, казалось бы, невозможное. Еще одна чувствительная проблема для Кыргызстана – это проблема границ. Вплоть до 2021 года процесс переговоров с Узбекистаном и Таджикистаном, с которыми у Кыргызстана были недемаркированные и неделимитированные участки, шел, мягко говоря, вяло. Зато вдоль неописанного пограничья регулярно происходили вооруженные конфликты с жертвами среди мирного населения. Узаконенная и международно признанная граница – важный атрибут суверенитета. Это хорошо понимает и Садыр Джапаров, и Камчебек Ташиев, так же, как они понимают, что неочерченная граница – всегда угроза безопасности и потенциально конфликтная зона. Поэтому переговоры с узбеками и таджиками по границе не просто активизировались. Осенью 2022 года было подписано историческое соглашение с Узбекистаном. По его итогам, Кыргызстану отошло почти 20 тысяч гектаров земли, а Узбекистану – чуть более 4 гектаров. Виртуозный ход был предложен по Кемпирабадскому водохранилищу. Совместное государственное предприятие с Узбекистаном в соотношении 50 на 50 по управлению водными ресурсами Кемпирабада – это не только пример взаимовыгодного паритета двух стран. Это образец для всей Центральной Азии, вступивший в период водного дефицита, иллюстрирующий, как можно решать проблемы, чтобы не допустить водных войн, которыми пугают регион. К концу 2023 года более 90% государственной границы было согласовано и с Таджикистаном. Об этом было сказано в совместном заявлении председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчебека Ташиева и его таджикского коллеги Сайму Мина Ятимова по итогам очередного раунда переговоров в Баткене 12 декабря. Как подчеркнул Камчебек Ташиев, осталось всего несколько встреч, чтобы завершить работу по всей государственной границе. И тут даже самые непримиримые критики тандема не могут отменить самого этого факта. То, что не удавалось ни одному кыргызскому президенту за 30 лет независимости, Садыру Джапарову и Камчебеку Ташиеву удалось сделать за три года. В Кыргызстане, как и в большинстве бывших республик Советского Союза, криминал существовал как система, плотно проникнувшая практически во все сферы жизнедеятельности государства, бизнеса и общества. Авторитеты криминального мира, лидеры ОПГ чувствовали себя королями и всегда находили общий язык с властью и политиками. 4 октября 2023 года в ходе специальной операции ГКНБ был убит самый известный криминальный авторитет не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии Камчик Альбаев. Борьба с организованной преступностью в Кыргызстане вошла в новую фазу. «Я готовился к наступлению на ОПГ два года», — сказал на заседании Джекур-Кукинеша 23 ноября 2023 года Камчебек Ташиев. «Кыргызстан называли островком демократии. Теперь нам нужно превратить страну в островок законности и хорошей жизни для простых граждан», — подчеркнул глава ГКНБ. Декриминализация политики и бизнеса началась полным ходом. Активные члены ОПГ один за другим стали публично отказываться от своих убеждений. Чистка коснулась и государственных служащих, и депутатского корпуса, и бизнес-структур. В казну были возвращены миллиарды сомов. Еще один из непотопляемых и неприкасаемых в Кыргызстане был Рейнбек Матраимов. Лицо и символ кыргызской коррупции чувствовал себя вольготно при любой власти. Пришел в таможню при Бакиеве, стремительный карьерный взлет получил при Атамбаеве. Стабильно чувствовал себя при Джейнбекове. При Джапарове и Ташиеве Раим Миллион сел в тюрьму. Вообще, борьба с коррупцией, вернее, способ борьбы с ней в виде кустуризации — это отдельная страница современной истории Кыргызстана. В кыргызском обществе всегда был высокий запрос на социальную справедливость. Слишком разительным была пропасть между кучкой богатых и простым народом. Тем более, что богатыми часто становились не те, кто отличался предпринимательской смекалкой, а те, кто сумел договориться с властью и получить преференции в ходе тендеров, выкупить за бесценок землю, государственную собственность и обеспечить своему бизнесу налоговые льготы. А еще те, кто взятки брал — чиновники, налоговики, таможенники, судьи, прокуроры. При скромной официальной заработной плате и пустых налоговых декларациях они жили в шикарных особняках, ездили на дорогущих машинах, отдыхали на фешенебельных курортах. Сломать эту порочную систему — задача повышенного уровня сложности. Но Садыр Джапаров и Камчебек Ташиев справились. Один из вариантов решения этой задачи оказался неожиданным, но очень действенным. Следствие, предъявление обвинения, арест — и вот коррупционера уже рвет награбленным. Результат — десятки миллиардов сомов, возвращенных государству коррупционных средств и имущества. Другой, более традиционный способ заключается в обеспечении прозрачности процессов. Например, ликвидация серых схем на таможне при помощи внедрения цифровых технологий почти сразу дала ощутимый эффект, выраженный в цифрах таможенных сборов. Для сравнения, в 2020 году таможенные сборы составляли 20 миллиардов сомов, а уже через три года они достигли почти 112 миллиардов. В 2020 году мало кто из так называемого экспертного сообщества верил, что у Садыра Джапарова получится что-то сделать с экономикой. В январе 2021 года наш народ возложил на меня самую высокую и почетную ответственность и избрал меня главой государства. Вы, вероятно, помните, в каком состоянии я тогда принял страну. Я до сих пор помню тот сложный период. В то время в государственной казне было практически пусто. Это было время, когда государство занимало 320 миллионов долларов из-за границы и покрывало выплату зарплат, пособий и пенсий. Вспоминал начало Садыра Джапаров в мае 2024 года на Общереспубликанском совещании по социальной мобилизации Джаны Кадам. Но у Садыра Джапарова получилось. Объем ВВП Кыргызстана в 2023 году впервые превысил 1 триллион сомов, а экономика республики за год выросла более чем на 6%. Впервые за долгое время увеличена базовая ставка пенсии. С 38 до 66 тысяч сомов вырос квартальный размер депозита врача. В регионах педиатры, неонатологи, хирурги, анестезиологи и реаниматологи начали получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч сомов. И дальше будет больше. Изменения в стране сегодня видны даже невооруженным глазом. Кыргызстан превратился в одну большую строительную площадку. Строятся многоэтажные дома для бюджетников и частных лиц, в которых квартиры можно будет получить через государственную ипотечную компанию. Ипотека стала доступной и по ценам, и по условиям. И доверие к долевому строительству, где одним из участников является государство, конечно же, выше, чем к частному сектору. Практически каждый месяц в стране открываются новые предприятия и производства. Аэропорты и малый ГЭС. Подписано соглашение с Казахстаном и Узбекистаном о создании совместной компании для начала строительства Камбара-Т-1, которая добавит 40% к нынешнему объему производства гидроэлектроэнергии в Кыргызстане. Благодаря политической воле президента, республика выходит из логистического тупика. Масштабный инфраструктурный проект будущего, наконец, будет реализован. В самое ближайшее время начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Дорога открывает фантастические перспективы для страны. Это хорошо понимали и предшественники Садыра Джапарова. Но дальше обсуждений, длившихся почти четверть века, никому из них продвинуться не удалось. Садыр Джапаров сумел договориться со всеми заинтересованными сторонами. Найти взаимоприемлемый компромисс кыргызский президент смог, потому что во внешней политике он руководствуется тем, что принято называть «рил политик». То есть принципом, самым известным последователем которого считается Отто фон Бисмарк. Железный канцлер Германии, сумевший объединить страну и выстраивающий отношения с другими акторами только исходя из интересов своего государства. То есть исключительный прагматизм и никакой идеологической сентиментальности. География зарубежных визитов президента Кыргызстана обширна. За три с половиной года Садыр Джапаров побывал в самых разных странах Азии, Ближнего Востока, Европы. Был в США, Китае, России, Турции и, конечно, в соседних странах. Не менее впечатляющий список руководителей и высших должностных лиц других государств, глав солидных международных корпораций, представителей крупного бизнеса, посетивших Кыргызстан с 2021 года. Мир признал нового кыргызского лидера и с интересом наблюдает за его реальной политикой. Конечно, в Кыргызской республике есть еще множество проблем. Власть этого не скрывает и не пытается выдать желаемое за действительное. Хочу подчеркнуть, что очень хорошо осознаю, что бедность, рост цен, безработица остаются проблемами в нашей стране. Ежедневно эти мысли тревожат меня и не дают покоя. Но большинство народа поддерживает цели, которые мы ставим перед собой. Это подтверждают различные социологические исследования, включая международные. Их данные свидетельствуют о доверии к нашей политике даже у семей, столкнувшихся с трудностями. Уверенность таких семей в том, что сейчас тяжело, но завтра будет лучше, дает мне огромную силу и мотивацию. Это вдохновляет меня усердно работать для достижения поставленных целей и оправдания доверия. Конечно, я глубоко благодарен нашему народу за такое огромное терпение и стойкую веру в светлое будущее страны. Прямая речь президента на уже упоминавшемся совещании по социальной мобилизации. Это важные слова, иллюстрирующие, что Садыр Джапаров, как настоящий лидер, уловил главное, что характеризует сегодняшний день страны. У народа действительно появилась надежда, проснулся особенный дух, потому что у народа появился лидер Акджол Той. С этим связаны и впечатляющие победы кыргызских спортсменов. Только в 2023 году три золотые медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде, чемпионство мира по боксу среди юниоров, пять золотых медалей чемпионата мира по самбо. Впервые в истории кыргызского дзюдо – золотая медаль на турнире «Большого шлема» у нашего спортсмена. Также впервые в истории автоспорта Кыргызстана – золото чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона. И опять, впервые в истории Кыргызстана – медали на азиатских играх завоевали наши каратисты, ушуисты и дзюдоисты. Рекордные 14 медалей – 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых – результат сборной Кыргызстана на всемирных играх боевых искусств. Еще одна наша сборная, на этот раз женская сборная по легкой атлетике, в ноябре 2023 года выиграла чемпионат Азии по полумарафону. А летом, на чемпионате мира по тейквондо GTF, который проходил в Бишкеке и где участвовали более полутора тысяч спортсменов из 20 стран, сборная Кыргызской республики завоевала 67 медалей. Из них 9 золотых, 27 серебряных и 31 бронзовую. И это далеко не полный перечень побед кыргызских спортсменов в 2023 году. Тяжелый труд и немного удачи – одни из главных составляющих успеха чемпионов и больших политиков. А еще – воля и решительность. Только тогда можно, как Садыр Джапаров, ломать стереотипы и писать своими делами самые смелые и содержательные страницы истории современного Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова